Приветствую вас на канале Молот Оружие и с вами я Вадим. Этот ролик мы сняли по вашим многочисленным просьбам. В этом видео мы не будем углубляться в баллистику. Это значит, что мы не будем производить замеры начальной скорости пули в зависимости от длины ствола. Производить замер начальной скорости пули на разных длинных стволов в нашем случае не имеет смысла, потому что патроны 9,6 на 53 ланкастер показывают разброс начальной скорости более 50 метров в секунду. Главная задача это выяснить, какое влияние на кучность оказывает длина ствола в калибре 9,6 на 53 ланкастер. Мы и сами хотели давно провести это сравнение, но по разным причинам откладывали его. Одна из самых главных причин это отсутствие в линейке вепрь модели с длиной ствола 700 миллиметров. Но к нашей радости модель с этой длиной ствола пошла в серийное производство и у нас появилась возможность сделать это видео. Провести сравнение кучности я решил на базе вепрь 1В. Во-первых, всем знакомый внешний вид, во-вторых, лично мне более удобен в использовании, нежели ВПО-221 с деревянным прикладом. Я не буду рассказывать о технических характеристиках ВПО-222, о них вы можете узнать из обзорного ролика, который есть на нашем канале. Скажу только, что это ВПО-222 из первой серии и оно отличается от тех, что участвовали в тестировании. Наличием планки на крышке ствольной коробки. В данный момент, опять же, по многочисленным просьбам решили отказаться от планки пикатений на крышке, которая делает невозможное использование стандартного кронштейна для прицела. К тому же она не обеспечивает жесткого крепления прицельных приспособлений, в особенности оптических прицелов. Также изменился переводчик огня. Теперь на его основании отсутствует упор, который многим причинял невыносимые страдания, впиваясь в основание указательного пальца. Это была цитата из социальных сетей. Теперь он не будет причинять неудобства, но отсутствие этого упора сделало невозможно быстро снять оружие с предохранителя. Итак, возвращаясь к нашей теме. В тесте приняли участие все модели из линейки ВПО-222 с длинными стволов 420, 520, 590 и 700 мм. Отборку они не проходили, мы их взяли из общей партии со склада. До того, как мы провели этот тест, я был уверен, что результаты кучности будут прямо пропорционально зависеть от длины ствола. Чем длиннее ствол, тем лучше и стабильнее будет кучность, и наоборот. Но на полигоне я понял, что не так все просто. Чтобы все успеть, решили сделать две серии по пять выстрелов из каждого изделия на единственной доступной в тот момент дистанции 100 метров. Патроны я использовал из общей партии, без какого-либо отбора по весу и внешнему виду. Меня просили делать отстрел с разогретым стволом. 590, вторая серия. Сейчас буду прогревать. Хотя я к этому отношусь скептически. Не нужно забывать, что это все-таки главкоствольное ружье со сверловкой Ланкастер. И холодный ствол или разогретый ствол на дистанции по крайней мере в 100 метров не играет никакой роли. В первый день отстрела на полигоне была ясная солнечная погода. Температура воздуха была минус 5-6 градусов. Полный штиль. Условия для стрельбы были достаточно комфортными. Начали стрельбу с самого короткого ствола, длиной 420 миллиметров. С учетом того, что я производил пристрелку этого карабина, какого-то чуда я от него не ждал. Я ограничился одним результатом, так как пристрелочные были примерно такими же. переставив прицел на изделие с длиной ствола 520 миллиметров, я решил не вводить поправки ради интереса, а посмотреть насколько будут отклонения от точки прицеливания. отклонения оказались на удивление немаленькими. Попадания пришлись в левый нижний угол мишени. Но и результат меня лично очень удивил. Четыре попадания составили 0,86 угловой минуты. Пятая пришлась левее на семь часов от общей группы. После внесения поправок мы сделали вторую серию по той же мишени. Несмотря на то, что яркий стикер, который использовал я как точку прицеливания, зелень отклеился, результат был неплохой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просцелился по этому, по верхнему краю штуки, она смахнулась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий на очереди был ствол длиной 590 миллиметров. Будучи уверенным в том, что ствол 590 миллиметров покажет лучший результат, чем 520, я немного удивился результату. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Изрядно измотавшись от постоянного хождения к мишени на дистанции 100 метров по колено в снегу, наконец-то, наконец-то перешли к самому длинному и не самому удобному в плане мобильности стволу длиной 700 миллиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Первая серия показала неплохой результат с одним отрывом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сославшись на утомление и усталость, решено было перенести отстрел на следующий день. По окончанию первого дня у меня не сложилось какого-то определенного мнения, какое из изделий наиболее кучно стреляет. Я пожалел, что не уделил должного внимания самому короткому и компактному карабину с длиной ствола 420 миллиметров. А одно из впечатлений, которое меня терзало, это уменьшение и равномерность рассеивания группы в зависимости от увеличения длины ствола. С этим вопросом я решил обратиться в конструкторское бюро и выяснить, насколько сильно влияет длина ствола со сверловкой Ланкастер на результат. Но после заключительного отстрела. На следующий день я пожалел, что не закончил проводить отстрел вчера. В этот день с погодой не повезло. Температура опустилась до минус 10 градусов. Сильный ветер достигал 14 метров в секунду, о чем свидетельствовали качающиеся стволы деревьев. Это подтвердили и данные из интернета. Сильный холодный ветер обжигал лицо, и всем хотелось побыстрее закончить отстрел. Отстрел начали с крытыша длиной ствола 420 миллиметров. Результат первой серии был практически такой же, как и вчера. В связи с погодными условиями решили не задерживаться на нем и перейти к 520 стволу. У меня отвалился стикер. Потерял ориентир. Ствол длиной 520 миллиметров показал, так же, как и вчера, достойный результат. Следующий был 590 и 700 ствол. Я решил остановиться на них подольше, так как все-таки ждал от них лучших результатов. Первая серия ушла выше точки прицеливания и была явно хуже предыдущих серий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или еще разочек и к 700. Все, последняя серия из 590 ствола. И переходим к следующему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что она получше. Но все равно это последняя серия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делать еще несколько серий не было смысла, потому что в среднем результат был бы такой же. Когда мы перешли к стволу 700 миллиметров, я окончательно замерз. Лицо горело, а пальцы на руках не слушались. Возможно, из-за этого мы потратили на отстрел этого изделия гораздо больше времени, чем на другие. У меня очень холодно. У меня очень холодно, у меня нос замерз. Это сверхзвуковой межгалактический бластер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С длинной ствола 700 миллиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Собственно, опять четыре, одна ушла. Но у нас остался последний магазин снаряженный. Сейчас сделаем еще одну серию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА